добрый день дорогие друзья вот такая интересная идея пришла в мою голову сделать итальянский пейзаж плюс совместить его с аппликацией то есть делаем небольшой коллаж будем изучать немножко перспектива так как урок у нас для маленьких детей и плюс интересно можно повырезать разную одежду приклеить и я думаю получится такая хорошая интересная работа вот подготовила я два варианта этот вариант более простой и здесь конечно перспектива упрощенная легкая но я думаю все-таки остановимся на этом здесь можно больше ее изучите я объясню итак давайте начинать лист располагаем вертикально формат я была брала небольшой размера 4 закрепила по уголкам скотчем можно по всей длине тоже со всех до четырех сторон перспектива у нас такая прямая фронтальная то есть мы стоим и смотрим вперед на улицу как бы располагаемся мы дар вот стоим здесь на центре улице теперь что мы делаем размечаем линия горизонта у нас будет высокая то есть чуть выше центр листа у нас здесь чуть выше проводим линию карандаш я брала hb можно взять аж зависимости до от нажима лучше аж бы это у нас будет линия воды дальше так как улица у нас уходит вниз она у нас будет заужаться то есть примерно из уголка листа проводим вот такую дуго образную линию из другого уголка но можно чуть повыше это наша будет уходящая улица на линии горизонта примерно в правой части ставим вот такую точку с левой стороны это будет точка схода с левой стороны листа проводим вертикальную линию примерно отступить можно сантиметра три это будет угол здания вертикальную линию теперь примерно из уголка проводим вот такую диагональ она у нас должна стремиться в эту точку то есть все наши линии будут сходиться в этой точке проводим одну линию и вторую можно чуть-чуть коротенькую 3 то же самое будем делать в нижней части дома проводим диагональ то есть у нас все стремится в эту точку одну линию в точку схода и вторую линию теперь будем рисовать окно но у нас окно будет со ставнями поэтому здесь немножко будет по другому принципу так как у нас там не открыты здесь мы строго проводим одну горизонтальную линию чуть ниже да вот у нас была линия моря чуть ниже вторую и проводим две прямоугольные линии это у нас будет открытая ставня окна окно мы не видим убираем лишние линию и проводим горизонтальные полоски ставни у нас будет такой легкий даже можно набросок скетч вариант поэтому не стараемся сделать все прям ровненько идеально даже наоборот будет интересно это у нас там не мы их оставляем следующее дальше будем переходить вот к этим домиком конечно когда мы будем вешать одежду очень многие элементы прикроются но все равно для понимания мы простроим и постараемся изучить теперь отступаем тоже сантиметра 3 примерно и проводим вертикальную линию но не до конца линии горизонта то есть у нас остается здесь ну примерно сантиметр до линии моря теперь строго горизонтально и теперь из этой точки у нас будет линия тоже уходить в точку схода подниматься теперь рисуем крышу из этого уголка поднимаем вверх уровень крыши это уже зависит от конструкции то есть она может быть и более вертикально и более горизонтально вот эти линии то есть первый угол дома и второе они будут строго параллельно лишние убираем и здесь еще проводим одну вертикальную линию у нас получился дом но так как есть еще улица которые поперек уходит вовнутрь здесь мы снова делаем горизонтально нижняя линия у нас будет стремиться снова в эту точку теперь окна с окнами происходит то же самое из этой точки и из этой и теперь снова строго вертикально у нас получается два прямоугольника 1 и 2 здесь можно сделать маленькие окна но у нас это будет линия уходить в точку схода и внизу делаем арка и дырель снова строго и горизонтально и верхние подчеркиваем горизонтальными линиями теперь будем рисовать балкон балкон у нас будет принадлежать этому нашему зданию чуть наполовину на средине окон примерно да мы рисуем горизонтальную линию и здесь горизонтально проводим вертикально балкон у нас будет принадлежать вот этому нашему левому дому разделяем на вертикальные линии проводим горизонтальную в каждом квадратики рисуем круги можно конечно упростить и теперь вот такие вот элементы декоративного балкона но для малышей конечно можно более простой вариант и внизу можно вот такие вот тоже черкнуть и так это наша готова здесь можно также украсить цветами посадить на балконе какие-то растения то есть просто большие овалы и круги например остановимся что это цветы или сделать потом акварель теперь переходим ко второму домику снова проводим вертикальную линию строго горизонтальную параллельно будут одна линия и вторая но еще одна линия горизонтально и вертикальная рисуем аркой дверь здесь у нас будет просто куст то здесь рисуем просто большим большим пятном можно сюда поставить горшочек две вертикальные линии снизу небольшой урок полукруг и сверху тоже такой вот овал него можно таким движением как веер посадить растение вам можно убрать здесь тоже проводим вертикальную линию и крыша у нас будет уже уходить в эту точку вот сюда еще параллельную полоску также рисуем две вертикальные линии верхняя часть окна будет уходить в эту точку нижняя тоже туда можно сделать еще выступающим небольшой дом можно остановиться так и так чтобы не было сложно убираем все лишние линии теперь нам понадобится акварель кисти трех размеров белка да или можно белка mix синтетикой то есть такая достаточно средняя совсем тоненькая и плоская плоская тоже не обязательно плоскую я буду использовать для окон стаканчик с водой тряпочка увлажняем полностью акварель водой и мы будем делать по мокрому достаточно обильно смачиваем водой лист бумаги использовать я буду ультрамарин и немножко коропла то есть бордовую кисточку вытираю на тряпочку и мешаю немного но при обладании короплака ультрамарина конечно больше бумага у нас немножко подсохла и начинаем вот такими движениями и оставляем небольшие участки это у нас будут облака меняю немножко оттенок добавляю больше ультрамарина и закрываем уже работаю вертикальным мазком и толкаю краску вниз вертикальными движениями к линии горизонта воду будем делать море по мокрому немножко даже захожу за линию горизонта вниз опускаясь теперь беру немножко изумрудный и кобальт кобальт синий средний можно даже больше взять изумрудного то есть это у нас будет ближе к линии горизонта моем кисточку и берем ультрамарин просто ультрамарин работаю вертикальным мазком формат небольшой горизонтально не совсем удобно поэтому можно и вертикально и опускаемся вниз скрашиваем наше море немножко объединяю краску моем хорошо кисточку и теперь берем охру светлую и закрываем левую часть дома большими смелыми движениями беру сразу не моя кисть немножко кадмий красный и подбавляю солнце у нас будет с правой стороны поэтому все правые части домика будут светлые теперь берем кадми желтый средний охра светлая мешаем на палитре преобладание желтого цвета и прокрываем правую часть следующего домика одного и второго осторожно смотрите внимательно если синяя краска еще не высохла чтобы она не затекала в левую часть домика добавляем немножко ультрамарина он у нас получается зеленоватого оттенка охра кадми желтый средний и ультрамарин и закрываем все поверх балкона цветы можно оставить по возможности балкон и окна все закрываем второй домик который подальше я добавлю немножко красным сделаю его другим оттенком красный охра кадми желтый светлый и немножко ультрамарин четыре цвета все и закрываем теперь можно сделать дорогу для дороги можно местами ее помочить где-то используя моху и закрываем оттенки от домиков мягко будут туда вплывать и заходить даже если попадет немножко синий тоже будет интересно правую часть домика сделаем чуть-чуть потемнее возьмем охру светлую и фиолетовую охра и фиолетовую то есть сделаем домик в тени закроем смелым движением до нашего растения после этого можно взять кисть поменьше или этой же работая до кончиком я чуть-чуть на один номер поменьше в принципе можно и той же берем зеленый ярко-салатовый ему можно и и пас подбавить кадмий лимонный и кадмий желтый средний и уже более короткими движениями закрываем зелень в этот же замес немножко другого зеленого подбавляем и закрываем мыши растение так после этого можно сделать ставни ставни можно сделать любого цвета синие зеленые изумрудные я буду наверно делать изумрудные горизонтальными движениями делаем небольшие такие штрихи если между ними получаются просвет и тоже хорошо дерево неровное где-то состаренное поэтому пусть будут промежутки и делаем вот такие горизонтальные и не теперь вертикально проводим одну линию и вторую можно сверху подчеркнуть тоже моем кисточку и теперь переходим к декоративным элементам снова берем охру можно взять марс коричневый темный или светлый уменьшаем и одним движением проводим такие штрихи одна линия 2 можно тоненькую еще одну и у нас проходит вертикально труба мы ее не рисовали но можно сделать марс коричневый и ультрамарин у нас получается холодный оттенок и проводим вертикально линию то есть подчеркиваем линию дома и здесь опускаемся до конца теперь у нас все остались крыши осталось берем или красный или бордовый можно смешать красный с марсом коричневым темным до или взять английскую вот красную кирпичного оттенка и закрываем все крыши прямо целиком все 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 тем одним большим пятном но не плотно до прозрачно у нас будет виден контур закрываю кисточку берем плоскую кисть или можно до поменьше размер и делаем окна берем ультрамарин его добавляем немножко караплак не вертикальными движениями делаем окна окна двери если будут ставни можно и сделать какой-то другой цветок но я не акцентирую внимание на окна потому что большая часть картинки до особенно где домики закроются одеждой которая сотни в белье поэтому нет смысла много делать акцент внимание на дома после этого чтобы углубить окна и двери наши беру больше синего и больше фиолетового то есть делаю наверно более плотный замес ближе гуаши и оставляю небольшие акценты верхней верхней части двери верхних окон вот такие маленькие приманки этим же темным цветом можно взять тоненькую кисть можно немножко добавить черные краски и сделать балкон то есть мы делаем более плотный оттенок более темный плотный более темный и тогда балкон будет зрительно казаться ближе так как он на переднем корме но балкон надо делать строго по сухому до чтобы у вас не поплыло можно подсушить феном если сыроваты еще домики непрослухли после этого и дорабатываем вот это окно еще которая с этой стороны у нас здесь я штрихами делаю уже можно маленькой кистью или вот плоской делаем вот такие ставни то есть короткие линии не старайтесь делать идеально здесь все таки у меня была идея сделать набросок до зарисовку наверно не совсем поле рисунок четкие аккуратные поэтому пусть какие-то линии выходят это мы сделали так теперь у нас остается горшок там можно еще сделать хорошо можно взять да я кстати оранжевый можно взять оранжевый смешать с красным например он был такой рыжий глиняный ты сделать хорошо который стоит на улице можно еще один добавить вот у нас ведь прям поверх зеленого 1 2 добавить вот немножко фиолетовый или синего который остался на палитре и сделать 2 коршочек и теперь нужно проложить падающие тени снова возвращаемся в большой кисти можно также поменять воду потому что она уже у нас испачкалась берем синий кобальт синий средний немножко добавляем ультрамарина и большими движениями будем прокладывать тень на этой работе я и дело немножко сыроватой но в летний день тени достаточно холодный поэтому будем использовать холодный и теперь такими движениями делаем тени от горшочка от одного до второго тени от куста также день может быть там дома небольшая тень отставни то есть это небольшой выступающих декоративных элементов дома и вот этот весь дом мы можем его полностью погрузить в тень прямо поверх наших окон ставим но главное чтобы они были уже сухие можете его пропустить погружаем все в тень и небольшую часть растения и оставшегося кустом мы тоже закрываем холодным оттенком сверху то есть у нас ся левая часть находиться в тени теперь можно взять более тонкую кисть взять какми желтый или какми лимон и поставить небольшие цветочки достаточно плотно не беру не жидко тут я беру чуть чуть более плотнее здесь тоже можно можно также эти элементы сделать и гуашью добавляем зелень балконы также можно и здесь вот кустик добавить и еще хочется сделать горы я беру ковальт синий и поверх него диагонально вот так делаем горы вертикальными и диагональными движениями закрываем так и теперь берем коричневый немного фиолетового и закрываем боковую часть теневую домов одну и вторую немножко ну как я уже говорила это необязательно потому что у нас сейчас это прикроется нашими тканями одеждой теперь нужно взять карандаш до что у вас все высохло по сухой бумаге и из верхнего угла до вот того дома пропускаем вот такую диагональную линию одну вторая снова идет примерно из этой же точки и будет чуть выше балкона и еще одну вот там вдалеке вот за домом можно еще пустить здесь все теперь теперь нам понадобится ткани разных оттенков клей пва можно клей карандаш даже если ткани не совсем ровные помятые наоборот хорошо будет эффект ветерка можно их хлопок взять да можно также по вырезать какую-то одежду то есть сделать кофту даю руку и платье можно просто небольшие такие лоскутки клей наносим и не до конца можно только верхнюю часть только верхнюю часть приклеивать то есть на верхнюю часть мы будем наносить клей да что они двигаются на ветру 1 2 можно даже если проще прямо нанести вот сюда клей и уже ребенок может клеить вот так даже намного удобней здесь я например вырезала да платье и здесь еще можно ориентироваться на то что одежда которая ближе она будет больше которая дальше от нас да чем дальше предмет от нас тем он меньше поэтому в этой части вот на вторых веревочках можно пустить более маленькие квадратики а то что ближе к нам покрупнее также выгодно на светлых местах до пятнах ставить более темную одежду а на темных наоборот светлую то есть играть темное на светлом светлое на темно я брала даже вот яркие блестящие какие то чтобы акцент все таки был больше на одежду также нужны и просто какой-то спокойной серо-белой гамме вот так вот уже последние те элементы которые например получились не очень хорошо да или что-то где-то не сошлось также можно прикрыть тканью немножко тем самым скорректировать ошибки или какие-то затеки заплывание очень красивые можно еще тоже заработать если есть желание хочется также можно доработать что-то кистью или уже маленькие вуз куточки приклеивать и взять тоненькую кисточку темную краску можно взять темно синие темно-фиолетовый и немножко сделать веревочки прямо между там или поверх ноги не еще решила балкон подпалить небольшой ну вот такая у нас получилась италия всего хорошего и до новых встреч а